А, да, да, да. Я хотел от... Так, минуточку. У нас есть два видоса. Я продал дом за один доллар? Или же я открыл бесплатный банк? Два видоса мимо струбиста, соответственно, мы посмотрим оба. Но что будем смотреть первое? Я предлагаю посмотреть, где он продает дом за один доллар. Я так понимаю, в прямом смысле, блять. Я только что купил этот дом и реально продаю его за доллар. Так, видос за 21 год. Пиздец, блять. Парень, что проехал мимо, мог завернуть и купить дом всего за доллар. И чтоб вы знали, дом не дешевый. И он очень хороший. Проехал мимо дома. Проехал мимо дома. О, это хорошая машина. Проехала мимо. Охуеть. Ничего себе. Да хватит. Так, ребят, модераторы. Давайте баны всем долбоебам, которые скидывают сюда этого лысого, блять. Долбоеба. Хватит мне этого долбоеба сюда скидывать. Заебало. Банчик каждому. Очевидно, что этот знак не работает. У нас есть знак крупнее. Блять, что, люди мимо проезжали. Мимо надписи, что этот дом за 1 доллар продается. Ты вроде хотел погринживать с международной пилоромой. Можно глянуть какой-нибудь выпуск. Да не, спасибо, не хочу. Член пассив за 120 рублей. Я тогда посмотрел, вообще туфта полная. У меня голова после этого болела. Убери это отсюда. Пиздец. Все мимо проезжают. Не, ну понятное дело, что они, наверное, просто не верят в подобное. Думают, это какой-то развод. Где я был в тот момент? Если бы я мимо проезжал, и вообще дом какой-то странный, не? Где он находится? Возле дороги. Какой-то одиночный дом. Рядом ничего нет, кроме дома. Как будто бы заправка какая-то, блять. Что ты поведу? Он уже у дома. Привет. Этот дом продается всего за 1 доллар. Вы заинтересованы? В чем подвох? Подвоха нет. Нет, явно есть подвох. Это первая спальня. Что думаете? Нихуя себе домик, кстати. Прям с мебелью? Тяжело с вами. Этот парень был настолько скептичен, что мне пришлось показать ему наше видео, чтобы доказать, что это не обман. 54 миллиона. Наверное, что-то хорошее снимаешь. Я лежал тут. Проверял кровать. Она отличная. Потом, конечно же, заправил ее. Но все равно похоже, словно там лежит труп. Нет, нет ничего такого. Задний двор еще круче. Пойдем. Вы, наверное, думаете, что это просто похоже на обычный сарай, но, войдя внутрь, увидите... Полноценный спортзал. Боже, круто. Ты серьезно? Я даже два дома... Бля, я бы там настолько в ахуе был бы. А он такой, о, круто. Дом за один доллар, спортзал. Найс. Еще не конец. За мной. Если войдете сюда... О, боже. Тут есть своя игровая комната. О, да. Давай. Как будто бы этот чел каждый день дома за один доллар покупает. Он до сих пор не верит. Мужа даже ничего не показывает. Не знаю, не знаю. Доллар в дипломат, если не против. Спасибо. Вы внесли залог. Вот документы. Поздравляю с приобретением дома. Лучше не будет. Не могу поверить, что я только что купил дом за доллар. Че, блядь, все так просто? Это второй дом. Нет, я Карл. И самое интересное в этом доме то, что это два отдельных дома, объединенные в один. Уходи. И вместо этой дурацкой таблички я купил рекламный щит. Добро... Охуеть. Продаются по цене за один доллар. Ничего больше. И этот рекламный щит находится на оживленной улице. Здесь будет много людей. О, они свернули на подъездную дорожку. Должно быть, они видели щит. Наденем маски. Давай, 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 давай. Как поживаете? Вам больше нравится левый или правый? Мне нравится правый. Хорошо, мы его и хотели предложить. Вы видели рекламный щит. А вы смотрели канал Мистер Бист? Да, да, я подписан на него в снэпчате. Снэпчате? Ага. Вы видели нас только в снэпчате? Да. Ладно, значит, мы теперь канал в снэпчате. Как сказ... Когда мы будем смотреть стрим с видом из салона твоей тачки? Когда тачку приобретешь, бро. Представь, как это здорово. По каньонам США и бошишь под какую-нибудь футуристичную музыку. Балдище МММ. Ну, когда деньги заработаю, тогда и будет, бро. Бешеный гном. Пока я не могу себе машину позволить. Спасибо тебе за 120 рублей. Сказано на рекламном щите, дом стоит доллар. Показать вам тут все? Да, было бы здорово. Погнали. Закадите, ребята. Вот и дом. Это гостиная. Вот стереотипная кухня. Никогда не видел стирал. Подожди, я что-то не понял. Там же двое приехало. А, я думал, они весь дом одному человеку дадут. То есть два дома в одном. А тут как бы... ...и сушилку на кухне. Но дом так продавался. Пойдемте... То есть эти челы соседями, что ли, будут, получается? Друг у друга. И все они такие, о, здорово, тебе тоже этот дом продали за 1 доллар. Да, привет, блядь. Дальше наверх. И по всей видимости, здесь коллекция водных пистолетов. Я не знаю, нужны ли они вам. Хозяйская спальня. Довольно большая. На это не обращайте внимания. Let's do this. Итак, первая комната, это игровая. Ебать, чё? Подожди, что? Это тоже все в комплекте идет за 1 доллар? Бля, я вообще в аху... Тут есть PS5, новый игровой компьютер и уголок ретро и... Ахуеть. О, боже, это так прекрасно. Кажется, я хочу здесь жить. Лучшая часть дома. Нет, откройте сами. Я уверен, что это лучшая часть этого дома. Пожизненный запас туалетной бумаги. Это пожизненный запас туалетной бумаги. Помимо туалетной бумаги, их ждал действительно классный сюрприз. Боже. Мило. Это круто, чувак. Да, идет вместе с домом. Она полная? Да, там деньги. Их очень ровно. И пока они подписывали документы, подъезжало все больше машин. Нам пришлось задобрить людей деньгами. Ой, привет. Дома уже проданы, но у нас есть для вас пакеты с деньгами. Ребят, не ведитесь на эту хуйню. Вам на первый взгляд может показаться, что... Ого, ничего себе, два пакета с деньгами, но там по одному баксу. Хуйня. Там максимум долларов сто, наверное, в этих пакетах. Держите. Есть у тебя еще? Ты дал мне только три. Похоже, ваши дети разбогатели. Это хорошо. Ладно. Люди всей семьей ездят по странным адресам на счетах. Почему он, а не я? Вот именно, почему они, а не я? В 21 году я бы мог быть в Америке. У меня была виза. Сука, почему я в том месте не был и мимо не проезжал? Ёпт твою мать, блядь. Ребята, нельзя всему слепо верить. Я купил дом за доллар. Это по-настоящему. Я уже давно подписана и я даже не знаю, что сказать. Я в шоке. Вот ваш ключ. Это ваш ключ. Ребята, вы теперь соседи. Хе-хе-хе-хе. Итак, мы в четвертом доме. Вместо того, чтобы продать... Бля, вот прикинь, ты просто ехал куда-то. По своим делам. И тут бац. У тебя появился дом. Все. Все. Бойся. Да, спасибо. Привет, Леша. Посмотри его последнее видео. Оно как фильм какой-то. Так мы же смотрели, алло. На прошлом стриме. Разве нет? Или ты про кого? Ты про мистера Биста? Так мы смотрели, оно просмотрено. Алло, дядя. Кстати, этот дом за доллар, отдадим его нуждающим. Болеет. Я думаю, ей бы это не помешало. Я рад, что мы сможем... Бля, что тут за херня? Это за мажки. Кто болеет? Тот, вот моя кредитная карта. Купите любую мебель, которая, по вашему мнению, ей понравится. Мне все равно, сколько ты болваны. Бля, да что за хуйня у меня тут пропускается-то? Я не понимаю, кто болеет? Есть подруга, которая постоянно болеет. Я думаю, ей бы это не помешало. Я рад, что мы сможем ей помочь. Это за мажки. Тот, вот моя кредитная карта. Купите любую мебель, которая, по вашему мнению, ей понравится. Смотрел его видео, где он детям в Африке обувь купил. Мне все равно, сколько ты болваны. Это наши операторы. Мне все равно, кто это будет. Тот, кто первым положит в этот портфель доллар. Пока мы говорим, троих получает фору. Нет, нет, Джимми, нет. Мне нужно поехать в густонаселенный район, где много людей. Тем временем, Тот и его жена ходят и покупают вещи для последнего дома. Мне нравится вот этот диван. Сколько стоит весь набор? Пять тысяч долларов за все. Брать будете? Куда? Кстати. А ладно. Мы все это положим. Я же взял диван. Шесть таких? Ты уверен? Думаю, что в этом магазине... Кстати. Поздравьте. Сегодня у нас в Америке первый день весны. Да. У вас она как бы первого марта началась, да? А в Америке весна начинается 20 марта. Вот. Или 21 сейчас, подождите. А еще, кстати говоря, первым днем недели в Америке знаете, какой является день? Не понедельник, а воскресенье, нахуй. А весна? Весна. Здесь начинается 20 марта, блядь. Тут все нахуй по-другому, я вообще в шоке. Вот. Лето начинается 20 июня. Осень начинается 22 сентября. А зима здесь начинается 21 декабря. Вот. Такая хуйня. Так что у нас сегодня весна наконец-то началась. Причем очень даже вовремя, ибо сейчас реально стало тепло. Я считаю, что это как раз таки самое подходящее время для начала весны. Вот, потому что в России начинается весна 1 марта, а 1 марта еще пиздецко холодно. Зима, ну, как бы, продолжает идти вперед. И мы уже все взяли. А, ебаня, ничего себе, блядь. Мистер Фримен. Чего? Снюхай тебя нахуй. Кес, привет, как дела? Когда в поле чудес? Не знаю. Рина, ну ок, спасибо тебе за 1226 рублей. Дела нормально. Зачем мне информация о США? Мне нужно о своей стране думать. Алло. Так думай о своей стране. Я так чисто поделился информацией. Что вы меня поздравили. У меня сегодня первый день весны, блядь. Я же вас поздравлял, куда у вас весна началась. А вы меня что не поздравляете? Охуевшие, сука, тварь, блядь, ебаная нахуй. Да, спасибо. Спасибо. Надеюсь, карту Джима не отклонят. Вот они. Они идут ли? Это плохо. У него есть мелочь, у него есть мелочь. Мы заняли это место. Уходи. У вас есть 100 монет по центу? У тебя получилось? Я не думал, что у тебя получится. Если я дам вам 20 баксов, отдадите мне всю свою мелочь. Почему он спрашивает у незнакомцев? Откуда у них 100 монет по центу? Спасибо. Вы помогли ему выиграть дом. Мне просто нужны центы. Да, большое спасибо. Не попади под машину, это будет очень плохо. Не накаркай. Ну и смешно тоже. Как много центов? Если я дам вам 20 долларов, вы отдадите мне все свои центы? Пенис? Центы, мне нужна мелочь. Пенис? Мелочь, мелочь. Думаешь, у парня есть мелочь? Мелочь. Бля, в США еще и мелочь называется пенис. Ёб твою мать. Мелочь. Пенис. Думаешь, тебе хватит мелочь? Боже, думаю, это мой дом. Джимми, Джимми. Ну что, я принес. Покажи мне. Посмотрим, хватает ли здесь монет. 99. 100. Да. Поздравляю, Брейди. Ты только что выиграл новый дом. Поздравляю. С возвращением. Так вот в чем прикол был. Сука, у меня тут все проскипалось. Из-за какой-то якобы рекламы. Нахуй. Я не понимал, что происходит. А оказывается, он должен был мелочь собрать. Привет. Чтобы дом получить. Заебись. Я собираюсь показать Брейди его новый дом. И если ты не против, можешь нас заснять. С удовольствием. С удовольствием. Идем через ванну за мной. Это спальня. И она огромная. Боже мой. Не могу в это поверить. Ага. Посмотри, тут есть камин. Боже правый. Посмотри, сколько свет. На самом деле, ребят, не все так радужно. Вы думаете, ебать, он дом получил за 1 доллар? Это всего лишь. Есть одно но. Как только этот дом станет его собственностью, он будет обязан платить за этот дом налог, страховку, за обслуживание каждый ебаный месяц. Вот. Да. А суммы там могут быть достаточно серьезные. Зависит от штата. Я не знаю, какой это штат, в каком они штате снимают видос. В Нью-Йорке, например, налог на недвижимость маленький. А вот если брать какой-нибудь Техас, там ебать, какие налоги высокие. Зато там квартиры дешевые. А здесь, например, в Нью-Йорке квартиры дорогие, но налог маленький. Эти дома, я так понимаю, не особо дорогие. Зато налоги, скорее всего, большие. Поэтому он вроде как бы и получил дом на халяву, но тем не менее, он теперь обязан платить за это. Родал. Привет, Джефф. Брэйди, тебе... Ну, можно продать. Да. Фесс, хочу купить куртку Лакост в США. Но. Так как она у вас три раза дешевле, чем в РФ, можем с тобой договориться. Я закажу на твой индекс. Ты отправишь плюс сверху, доплачу. Либо к твоим приятелям это интересно. Не. Мне лень. Олесик, спасибо тебе за 120 рублей, сори, но мне лень. На мой индекс еще может... А, может мне адрес надо сказать и прочее, да, да. Надежда. Хорошая попытка. Но. А, ноу. Тебе, наверное, интересно, куда ведет эта жуткая дверь. Тут лестница. Там лестница. Поднимайся по лестнице. Это Мизулина? Бля, а что Мизулина? Пусть пишет, я и так адрес сдам. Вы что, серьезно? Тадик, ты реально проиграл, бро. Теперь у Брейди есть собственный кинотеатр, где можно... Ни хуя себе. ...посмотреть все фильмы Диснея, которые он захочет. А он похож на парня, которому нравятся фильмы Диснея. А что в этом плохого? Смотри, я котик. Мяу. Ринж. Ничего себе. Вот ключ от дома. Надеюсь, музыка эпическая. Пойдем посмотрим, насколько накупил тот. А я думал, что могу прилечь и вздремнуть. Нет, вместо этого мы идем работать. Когда мы увидим этот дом, был пуст. Посмотрим, что получилось. О, боже мой. Нихуя, нихуя бы. 7 или 8 телеков. Что, блядь? 7 или 8, нахуй, телеков. Больше, чем нужно, но нормально. Подожди, Крис, это гриль? Люди ставят грили внутри дома? Нет, так можно пожар устроить, Джимми. Почему так много кофе? Она любит кофе. Это моя самая любимая комната в доме. Посмотрите. Посмотрите на этот, посмотри на эту ванну. Я думаю, пора ее пригласить. Она позвонит Фелисии и попросит прийти сняться в видео. Не знаю, зачем я это сделал, мы же правда снимаем. Фелисия только что подъехала и в любую секунду постучит в дверь. О, привет, Фелисия. Заходи. Заходи. Тодд, расскажи нам, над чем ты работал весь день. Это ваш дом. Здесь все ваше. Подожди минутку. Я знаю, нужно время, чтобы осознать, но это серьезно на 100%. Обещаю. Я просто не... Я не... Я не знаю. Спасибо. Я даже не знаю, что мне делать. Я знаю, что повторяю одно и то же, но даже не знаю. Я даже не... Я даже не верю. Бля, ибанная корона, сука. Это 21 год, все в масках, эмоции скрыты, за масками, ничего не понятно, блядь. Видно только глаза, и вообще непонятно, кто из них говорит. Тодд подумал, что вам нужно 8 телевизоров, поэтому у вас 8 телевизоров. Мам. Ты заслуживаешь этого? Нет. Нет, она плачет по другой причине. Я теперь придется за этот дом каждый месяц платить не одну тысячу долларов, блядь. Она в ахуе. Она не была готова к такой ответственности, блядь. Что теперь за недвижку надо будет платить больше, чем она, блядь, зарабатывает, наверное. Нет, я не заслуживаю. Ты через многое прошла, ты заслуживаешь. Что мне делать? Показать ей гриль? Да, да, покажи ей гриль. Да я шучу, господи, блядь. Но она плачет. Боже мой. Тот соврал? Или вы правда любите кофе? Она любит кофе. А что это за кофе такое? Тут запас на всю жизнь. А, он оплатил на год? А где эта информация? Бля, душнил и вы нахуй, господи. Даже пошутить нормально нельзя. Да, душный, душный, блядь. Вы нахуй главные духари, блядь, сидящие в чате. Но самое главное. Причем вас же, сука, и называют духотой, блядь. Потому что я читал комментарии под реакцией как раз-таки на мистера Биста. И там покажут комментарии, что чат пизда какой душный, нахуй. Я причем сначала не понял, почему люди это пишут. Я тогда смотрел вроде, ну, ничего такого не заметил. Открывая комментарии на ютюбе, там все пишут. Чат душный, чат душный, блядь. При этом чат мне предъявляет, что я душный. Не, ребят, вы ошибаетесь, вы нахуй душные, блядь. Вам ничего не скажи, пошутить нельзя, блядь. Вы сразу начинаете все всерьез воспринимать. Это пиздец. А знаете, то, что это еще не все. Хотите посмотреть? Мне больше всего нравится ванная. Нет. Я так рад, что вам понравился дом. Я даже не знаю, что сказать, я в шоке. Прошу, не падайте в обморок, когда я схожу. Но у нас есть еще кое-что для вас. Отсюда будет виднее. Машина? Вы купили мне машину? Совершенно новая машина к совершенно новому дому. Я рад, что вы счастливы. Я просто, я... Я так взволновалась, я даже не знаю, что сказать. Подписывайтесь на мистер Бист! Да, что за рэп нахуй вылез? Так, минуточку. Подписывайтесь на мистер Бист! Да я, блядь... А я подписан? Ау! А я не подписан, блядь. Так, если я подпишусь, я заработаю 100 долларов? 100 тысяч долларов за подписку? Нет? Да? А? Все, я подписался. Хех. Открыть бесплатный... Так, теперь я открыл бесплатный банк. Бесплатный банк. Банк, поэтому сделал то, что сделал бы любой разумный человек. Что? Арендовал банк, взял кучу денег, нанял своих друзей на роли кассиров, разместил рекламный щит и заплатил чем... Блядь, что, так можно взять и арендовать целый банк? Помещение банковское. Он 3 миллиона доллара пожертвовал украинским беженцам. Можешь посмотреть на... Можешь посмотреть на его втором канале? Блядь, у него еще и второй канал есть. И вот что произошло. Я попросил у банка миллиард баксов, а они отказали. Что? Поэтому вот график. Там написано, мы сделали график. Да. Именно поэтому мы открываем бесплатный банк, чтобы разорить их. Блядь, вперед. Идем раздавать деньги. Да! Да, просто идите раздать... Четыре канала у него. Тихо. Эй! Сюда! И что, на каждом канале он раздает деньги? Или как? Ребята, есть кто-то? Есть кто-то? Кто-то есть? Есть кто-то? Итак, Чендлер стоял там с табличкой. У нас собралось много людей. Я собираюсь впустить их. Посмотрим, что будет. Привет! Привет! Добро пожаловать! Заходите! Ребята, я попрошу вас подойти к кассирам. Что вы хотите на Рождество? Просто фигурку? Ну, тысячи долларов было бы неплохо. Откуда у него столько бабок? Ну, например, я предполагаю, что у него столько бабок, потому что, во-первых, у него 138 миллионов подписчиков. Во-вторых, потому что каждое его видео набирает больше 100 миллионов просмотров. Со всего мира у него аудитория и из Америки, и вообще со всех стран, нахуй. Вот. Именно поэтому у него есть озвучка, например, если мы откроем вот этот видос, да? В этом видео... Видишь, на русском говорит. На своем же собственном канале, блядь, на официальном он говорит на русском. Ну, как бы озвучка на русском языке. Если мы нажмем сюда, мы увидим звуковая дорожка. 12 штук. Дубляж. Индонезийский, вьетнамский, русский, арабский, испанский, хинди, корейский, тайский, французский, турецкий, английский, португальский. То есть, например, если я сейчас нажму арабский, смотри. Леонард, смотри, что такое хинди, блядь, что это за язык, смотри. Нажимаем хинди. Может быть, ты хочешь вьетнамский? Даже английский есть. Корейский. Короче. Вот тебе ответ на вопрос, откуда у него столько денег. Потому что, блядь, чего со всего мира смотрят. А там просмотры, они ж пиздец дорогие. И вот ты представь, 100 миллионов просмотров. За каждый просмотр, ну, 50 центов, например. Ну, это максимум, наверное. Короче, да. И плюс у него еще иногда своя реклама бывает. Он там интеграции какие-то делает. Ну, отсюда, наверное, и все эти деньги. Кстати, русский дубляж динамичнее, английский немного скучнее. Не согласен. У английского, во-первых, там не дубляж. Английская речь, это она оригинальна. И там эмоции настоящие. Вот. И никакой дубляж не сможет передать настоящие живые эмоции. Когда люди там, ааа, удивляются. Такие, типа, нихуя себе спасибо. Что ты хочешь на Рождество? Для рисования всякое. Для рисования? Это сколько надо денег? Как же, все-таки мразь. Я? Здорово, Хесс. С первым днем, везда. С днем рождения. Счастья, здоровья. И всего хорошего, как говорится. Успехов. Тысяча. Вот тысячи долларов. Ура! Поздравляем. Спасибо. Мужик, иди сюда. Джаред, приятно познакомиться. Рад вас видеть. Ну, если можно, заполните первые четыре страницы. Сколько будет дважды четыре? Может, и так, надо проверить. Ага. Ладно, это наше последнее предложение. Мне подходит. Раз устраивает. Да. Что скажете? Окей. Че? Отлично. Новый день, новый... Как дела? Я дал шестилетнему тысячу долларов. Окей, пущу еще людей. Ладно. Чендлер, пока не хлынули люди, как прошло? Класс. Я нравлюсь людям своим лицом. Добро пожаловать в Бэнкс Бэнкс. Мы выдаем кредиты в кредитном отделе. Но для уточнения, это не совсем кредиты. Мы просто отдаем деньги. Их не надо возвращать. Садитесь. Вы бывали у нас раньше? Первый раз. Хорошо, нарисуйте картину. Возможно, твоим друзьям, приятелям, никому-то еще, кого ты знаешь, это будет интересно. Опять же, говорю, если что, я сверху еще доплачу за проделанную работу. Если дашь мне какие-нибудь контакты, я буду очень благодарна. Возможно, я не знаю, даже можешь дать твич-канал. Я помню, был у тебя зритель Алексей. Я не помню, какое у него название твич-канала. Но если дашь мне сейчас свой, я с ним как-нибудь свяжусь и решу это все. Либо можешь мне написать на почту, я могу с этим донатом кинуть. Но я не думаю, что тебе будет не лень это делать. Поэтому лучше бы ты мне кого-нибудь сейчас порекомендовал. Подожди. По-моему, купить шмотку из США можно с помощью некоторых этих самых, блять. Есть специальные штуки. Не помню, как они называются в интернете, короче говоря, да? Бандерольки какие-то там и прочие штуки, да? Через которые можно заказывать вещи из США, разве нет? Типа, зачем использовать кого-то, каких-то людей, блять? А? Ёп твою мать, лерь. Ну да, не надо заказывать курсы. Пять тысяч. Договорились. Да. Отлично. Берегись. Боже. Вот и договорились. Договор. Что случилось? Что это? Это лама. Пожалуйста, сэр. Хорошего вам дня. Это ламба. Спасибо, что пришли в Бэнкс Бэнкс. Это за правду? Да, Бэнкс Бэнкс. Боже мой. Да вы шутите. Чувак, скажи, что это не сон. Хорошего дня. И вам. Вот чем мы занимаемся в Бэнкс Бэнкс. Мы пускаем только несколько человек за раз, чтобы избежать беспорядков. Это позволит сотрудникам уделить всем должное влияние. Хуя туда людей пришло. Деньги, деньги. А ограбление банка будет? Деньги, деньги. А-а-а, блин. Вот так это и надо делать. Вот так. Все верно. Да. Эй. Привет. Заходите. Хотите снять наличные или взять деньги в кредит? Все. Мне нравится хоть ваши мысли. Это наш кредитный менеджер Чендлер. Пройдите в его кабинет. Рада встрече. Она хочет взять кредит. Ну и что? Э-э-э, хочу слетать домой, но давай. Не была на родине уже лет три. Домой на Гавайи? Все дом, блядь. Хорошо. Давай устроим это. Как думаете, сколько стоит билет на Гавайи? Три с половиной тысячи? Думаю, этого хватит. Нарисуйте знак доллара. Вот и все. Теперь отнесите эту квитанцию кассирам, и они дадут вам деньги. Вы что, серьёзно? Боже мой. Скажите, а вы уверены, что мы не должны сделать ещё вот так? Итак, вот 3 700. О, боже, я лечу домой. Боже мой, я лечу домой. Я лечу домой. Может быть, стоит потратить немного больше. Джейк, ты хорошо торгуешься. Держите. Просто даю деньги, не знаю, сколько тут. Пусть будет 4501 доллар. О, боже мой. 4502 доллара. Какой банк вы порекомендуете вашим родным, друзьям и знакомым? Бэнкс, бэнкс, бэст. Да, бэнкс, бэнкс. Спасибо. Вот для чего всё это, парни. Мы собираемся вывести другие банки из бизнеса. Давай, давай, давай. Да, ё-моё. Гляньте, гляньте вы. День не лечо вон! День не лечо вон! Г shaping... Ха-ха-ха... А потом, знаете, выходит разоблачение на мистер Биста. А чи минималка на донат стала меньше, но все перестали кидать донат в Донателло? Ждем разоблачения, потом окажется, что это все вообще микрозаймы были, да? И людей наебали, теперь они всем бабки должны. Ну не всем, а точнее мистер Бисту, блять. И вот таким вот образом он и зарабатывает большие деньги. Вот, да. А все думали, что он просто добрый такой, классный, блять, с просмотров деньги гребет. Не, нихуя, блять. Микрозаймы. Итак, кассирам нужно больше денег, так что мы возьмем еще немного из наших портфелей. Ты знаешь, где хранить свои деньги? Джейк, вот еще немного. Ага. Вот так вот. Маркус, вот, держи. Это тайм. Мы едва справлялись с потоком людей, поэтому наняли еще одного кассира. Я хочу, чтобы этих денег не стало. Совсем постарайся. Подойдите к одному из тех спорящих парней и скажите, что вам нужна тысяча долларов. Эй, мне нужна тысяча долларов. Мне нужна тысяча долларов. Давай через копилку, так будет проще. Сколько денег? Да, давай все. Вот так, отдайте деньги. Это тысяча долларов. Да. Поздравляем. Спасибо. А что вы собираетесь делать с этими деньгами, мэр? Куплю машину. Купите машину, понятно. Джейк. Подожди, там тысяча долларов, и она купит машину? Я положил десять тысяч в копилку. Десять тысяч? Ты положил десять тысяч в копилку? Я не... Отлично! Ура! Там больше. Ура! Добро пожаловать в Banks Banks. Это Маркус, он поможет вам снять наличные. Эй, Маркус! Нам нужно, чтобы вы двое расписались здесь. Хорошо. Ей нужно в кредитный отдел. Вы можете пройти в кредитный отдел, давайте. Проходите, Марк. Десятька. А вот этот джентльмен, Чендлер, глава нашего кредитного отдела. Привет, Чендлер. Вам надо будет кое-что заполнить. У нас есть деньги? Основываясь на этой информации, какой тип кредита вы собираетесь одобрить? Да, пойдет, да. Кредит на семь тысяч вам подходит, мам? Да, подходит. Вот ваш билет. Просто покажите его кассирам, и они предоставят вам наличные. Приятно иметь с вами дело, мам. Спасибо, спасибо. Так, что у вас тут? Это стопка в десять тысяч, так что давайте просто уберем... Почему приходят одни... Ребята, а я... Ну вы пиздец, скажешь, а? Там всеми способами вытягивают деньги, чтобы получить больше прибыли. Могут долго отвечать в тех.поддержке. Не хочу нервы тратить. Олесико, спасибо. Тебе за 120 рублей. Ага. Стример расист. Я расист? Я вообще ничего не сказал. Это в чате задают вопрос. А я наоборот говорю, а что? И что? А что, проблемы, блядь, какие-то у вас? Завидуйте, что у вас такого нет. И вообще, Масленников должен такой организовать тоже. Построить в России банк. Где бы раздавал бесплатно деньги. Мне интересно, как долго бы он продержался. Вот. Получилось бы в России организовать подобное в Москве, например. А грабят? Да нет, там даже дело не в ограблении. Никто бы грабить его не стал. Вопрос в полицейских. Приехали бы люди в масках и начали бы проверять, например. Да, что-то за хуйня у вас происходит. Вы людям раздаете деньги просто так? В таком большом количестве? What the fuck, блядь? Предоставьте документы. Аналоги заплатили, блядь. Часть и будет, вероятно, 7. Держите. Вот так. Бэнкс, Бэнкс, это просто. Спасибо, Бэнкс, Бэнкс. Вы даже не представляете, какой у нас был месяц. У мужа около месяца назад случился сердечный приступ. Он чуть не умер, и его вернули к жизни током. Бля, у меня сегодня тоже чуть-чуть сердечный приступ нахуй не случился ночью. Представляете? Я серьезно говорю. Я, блядь, просыпаюсь, короче, среди ночи. С ощущением, будто бы мне тут, нахуй, что-то защемило вот в этом месте, где сердце, короче. И, эээ... И, типа, я не могу нормально дышать, как будто бы, ну, у меня отдышка. У меня вот тут вот боль, короче, отдышка, блядь, рука немела, нахуй, немножко. Вот, я такой, ебать, что происходит? И мне хуёво, типа. Вот, я думаю, всё, мне пизда, походу, блядь, я сейчас умру. А я встаю, прошёлся до туалета, открыл окошко, подышал, блядь. Вот, думаю, ёптвою мать, что это за пиздец, блядь. Ну вот, и вдохнуть глубоко тоже не могу, потому что, ну, как бы, защемило. Ощущение такое, что если я сделаю глубокий вдох, то у меня там, блядь, ну, всё. Гэ-гэ, короче говоря, я думаю, может, у вас такое было, надеюсь, нет. Вот, больно, короче говоря. Вот, отдышка. И теперь рука немного левая побаливает, скажем так. Ну, не то, чтобы она побаливает, как бы, ощущение неприятное. Слава, спасибо. Здорово, да. Короче, что это было, я ещё хз. Но было пиздец, как неприятно. Просто нервы защемляет, но не совсем это похоже именно на это, да, потому что отдышка была. Вот, чего не было раньше, собственно говоря. Если бы это было защемление, но с хуя ли тогда отдышка идёт? Почему тогда рука не мевает? Вот. И всё вот это вот. Вот. Вот это непонятно. Сейчас мы с ним пытаемся сводить концы с концами, оплачивая счета и заботиться о наших детях. Ух ты. Это, я, ух ты. Я даже не знаю, что сказать. То, что вы делаете, ребята, это благословение. Какой такой инсульт, блядь. Инсульт это голова, вроде, и мозг. А я говорю про сердце, блядь. Причём тут вообще инсульт. Кто бы не подумал, что мне так повезёт однажды. Я так вам благодарна. Нет. Бать, у меня врачи сидят, что ли? В чате или что, я не понимаю. Как вообще инсульт связан с сердцем? Инфаркт же. Разве нет? Ага. Мышцы напрямую влияют на дыхание. Это межрёберная арифмия. У меня тоже эта хуйня была, когда я долго за компом кодил около месяца. Нихуя себе, блядь. Это паническая атака. Срочно обратись к врачу. У тебя шею щемит от сидячего образа жизни. Это паника. Надо делать разминку для шеи спины. Чё, ебанулись? С весеним обострением тебя. В натуре. Будь здоров. Уважение. Увлажнение. Любви и удачи. Ебать, мне тут уже диагнозов поставили, блядь. Шея защемила. Инсульт. Инфаркт. Прединфарктное состояние. Чё у меня там ещё, блядь? Шо ещё, ребят? Давайте уже как-то определимся на чем-то определённом. А одном. Как-то выберем уже, да? А то всё сразу, так не работает же. Вот. Искренне спасибо. Рада помочь. Вы отлично поработали. Продолжайте раздавать мои деньги. Хочу не иметь денег. Бля, ну это видос какой-то скучный. Он просто деньги раздаёт. Все по местам. Я не силён в математике, но один, два, три, три. Одиннадцать, двенадцать. О, боже. Я не силён в математике, но... Я не силён в математике. Вот. Знаете, почему я создал... А я не знаю, какой ещё... Не, ладно, я заебался, речь, как он бабки раздаёт. Да. Просто тут...